Здравствуйте, сегодня я вам представлю докладную тему оценки групповой реальности и используемых данных на 7 устройств в базовой эндоплеровской флоуметрии и флоресельной спектроскопии. Микроцеппуляторная тканевая система представляет собой субокупинский филарк, эпатических сосудов и расположенных вокруг нервных клеток на биологических тканях. Также она поддерживает единство кровообращения, метаболизма и внутреннего гомеостаза, а также устойчивость всего организма к условиям жизнедеятельности. Именно поэтому микроцеппуляторная тканевая система поддержана большей вариабельности, и поэтому она может изменяться у одного и того же человека в течение дня, недели и месяца. Факторы, которые влияют на ее изменения, это температура села, температура помещения, возраст, пол, прием лекарства пищи и вредные привычки. Для оценки микроцеппуляторной тканевой системы, по всей времени, используются оптические и инвазивные методы, такие как метод лазерно-доптерской филометрии, основной на зондировании ткани источником излучения и регистрация сильного отраженного лазера от движущихся эритроцитов ткани. С помощью этого метода можно оценить перфузию крови и также работу механизмов колебаний. Следующий метод это флуоресцентная спектроскопия, основанная на зондировании, основанная на регистрации возбужденной флуоресцентции флуорофоров, таких как коллаген, эластин и надаж. Актуальность нашей работы заключается в том, что с момента появления метода лазерно-доптерской филометрии для оценки микроцеппуляции использовались стационарные устройства, изображенные слева на слайде. Но в свете появления новых носимых лазерных устройств появилось необходимое сопоставление данных с ранее измеренных на стационарных устройствах и вариабельность один из параметров, которые мы будем сравнивать. Два прибора отличаются конструктивными особенностями. Можем заметить, что в стационарных устройствах два канала находятся в одном жгуте, поэтому у них одинаковый диагностический объем. Цель исследования заключается в оценке групповой и индивидуальной вариабельности параметров, измеренных методами лазерной докторской филометрии и флуоресентной спектроскопии, реализованных на симптоматических устройствах для сопоставления с данными, записанными на стационарных устройствах и также для обоснования предъявляемых специализированных медико-технических требований. Задача работы – проанализировать ежедневные и ежечасные изменения параметров одного и того человека, а также проанализировать ежедневные изменения параметров группы мужчин и женщин. Для исследования мы использовали четыре анализатора микроциркуляции лазма ПФ, которые измеряют перфузию крови, флуоресенсию, температуру кожи и движение. Методика первой части исследования по индивидуальной вариабельности заключалась в том, что у нас было сделано 6 ежедневных изменений и 7 ежечасных измерений длительностью по 10 минут. В измерениях принял волонтер женского пола 20 лет. Во время измерения волонтер находился сидя, располагался. Анализаторы находились на средних пальцах рук и на запястьях. Можем заметить результаты. Что касается перфузии крови, можем отметить, что уровень перфузии на пальцах выше, чем на запястьях, как при ежедневных, так и при ежечасных измерениях. Также можем заметить пик во время 13.30, время обеда, что обусловлено приемом пищи. Что касается коэффициента вариации, можем отметить, что вариабельность больше на пальцах, чем на запястьях, а также изменения во время приема пищи связана с цирканными ритмами. На данном слайде представлены результаты по амплитудам колебаний. Отмечено, что амплитуды колебаний в области пальцев больше, чем на запястьях также, и можем заметить, что коэффициенты вариации пассивных колебаний в дыхательных сердечках меньше, чем активно в области пальца. А на запястьях, можем заметить, что наименьшим вариабельностью обладают миогенные колебания. Что касается флуоресенции, можем заметить, что флуоресенция больше на запястьях, чем на пальцах, и также коэффициент вариации в области запястья также отличается повышением на запястьях. Это связано с интенсивностью метаболических процессов. На данном слайде представлены результаты нутритивного кровотока и показатели окислительного метаболизма, это расчетные параметры. Нутритивный кровоток характеризует поступление питательных веществ к клепкам и кислорода, а показатели окислительного метаболизма характеризуются поступлением питательных веществ, а также их утилизацией. Можно заметить, что эти два параметра больше на пальцах, чем на запястьях, и также коэффициент вариации данных параметров, то также больше на запястьях на пальцах. Перейдем к следующей части исследований, это уже исследование группового реагности. В данном исследовании приняло участие 6 добровольцев, 3 мужчин и 3 женщин в возрасте от 20 до 26 лет. Измерения проводились также 10 минут, анализаторы располагались на тех же местах, как и в первой части исследования, и здесь уже было произведено 10 измерений у каждого волонтера. Волонтер во время измерений находился лежим. Что касается перфузии, мы можем заметить, что перфузия у добровольца 1, 2, 3 это женщины, добровольца 4, 5, 6 это мужчины. Можно заметить, что перфузия в области пальца больше у мужчин, чем у женщин. Также заметен пик у второго добровольца, что скорее всего связано с у этого добровольца, было отмечено холодные руки во время измерения. Скорее всего и был такой пик. Что касается коэффициента вариации, мы можем заметить, что у женщин он больше на пальцах, а у мужчин коэффициент вариации уже больше на запястье. Что касается ампитуд колебаний, активных, это эндотериальные, нейрогены, нейрогены. Мы можем заметить также, что у женщин уровень ампитуда выше, чем у мужчин, что связано с большой подвижностью физической и эмоциональной нестабильностью, изменчивостью. Что касается коэффициента вариации, можем отметить, что коэффициент вариации во всех колебаниях и во всех областях измерения больше у мужчин, чем у женщин. Что касается пассивных колебаний, можем отметить, что уровень пассивных колебаний меньше, чем активных. И можем отметить, что коэффициент вариации в пальцах рук больше у женщин, чем у мужчин. Это на дыхательных колебаниях, а измерения на сердечных колебаниях отличаются больше в реабильности на запястьях как у мужчин, так и у женщин. Такая реабильность может быть из-за того, что для расчета колебаний было применено оценка вилетграммы. На данном слайде представлены результаты флоуэссенции. Можем заметить, что у женщин коэффициент вариации больше на запястьях, чем у мужчин. Также на запястьях больше коэффициент вариации из-за того, что анализатор фиксировался на запястье не всегда в одно и то же место из-за сложности фиксации. Что касается расчетных показателей, можем отметить, что на запястьях коэффициент вариации как у нутритильного кровотока и у показателей кислотинного антиболизма больше на запястьях, как и в первой части исследования. Мы проводили сравнение параметров, измеряемых на стационарных устройствах и на носимых устройствах, И можем заметить, что коэффициент вариаций измеренных на стационарных параметров, измеряемых на стационарных устройствах, указал меньше вариабельность, чем наносимых устройствах. Но мы можем заметить, что эти два прибора отличаются конструктивными особенностями, также у них разные диагностические объемы. Мы можем заметить, что наносимых глубина проникновения излучения составляет 2000 микрон, а на стационарных устройствах глубина проникновения составляет 800 микрон. И также во время измерения на стационарных устройствах два канала расположены были в одном волокне, и при установке на область измерения все измерения считывались с одной области. Потому что расстояние между каналами составляло всего один миллиметр, а в измерениях наносимых устройствах каналы источников располагались на расстоянии одного сантиметра, что уже отличается достаточно большим расстоянием точки области измерения. Мы подвели это выводы, и можем сказать, что в результате экспериментальных исследований полученных значений ежедневной групповой вариации, коэффициент коррелировался преимущественно до 32% для измеряемых величей нормированной амплитуды флоресенции, анодаж, перфузик, ханиквы и амплитуд колебаний. Также было показано, что вариабельность больше при ежедневных измерениях, чем при ежедневных, что может быть связано с циркальными ритми. Также полученные результаты с постоянно с аналогичными приведенными измерениями с помощью составлянных устройств статистических значимых различий нет, и полученные результаты будут использованы для уточнения специализированных медикотехнических требований к носилам анализации. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...